Первая неделя мая ознаменована резким всплеском дипломатической активности в Закавказе, продемонстрировавшей повышенный интерес к стратегически важному региону не только России, сыгравшей ключевую роль в завершении горячей фазы Карабахского конфликта, но и Америки. Накануне проходящего на этой неделе визита в регион российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, активные сигналы в адрес Азербайджана стали поступать от администрации США. Здравствуйте, я Сергей Строконь, политический обозреватель с комментарием на портале Москва.Паку. Весьма символично, что эти знаки американского внимания последовали после того, как президент США Джо Байден признал геноцид армян, приняв решение, которое было подвергнуто резкой критике не только турецким, но и азербайджанским руководствам. Прилетевший в Лондон на первую за последние два года очную встречу министров иностранных дел стран группы Семи, объединяющей ведущей западной демократии, госсекретарь США Энтони Блинкен не только обсуждал с союзниками отношения с Россией к Китаем. Как выяснилось, Энтони Блинкен внимательно следил и за ситуацией в Закавказье. Так, глава американской дипломатии счел необходимым отреагировать на новость о том, что вот на этой неделе азербайджанская сторона в качестве жеста доброй воли при активном российском посредничестве передала Еревану трех армянских граждан, задержанных в зоне Карабахского конфликта. Напомним, что во вторник трое армянских граждан вернулись из Азербайджана в Армению самолетом военно-воздушных сил России. В Ереване называют их военнопленными. В то время как в Баку говорят о том, что все военнопленные, которые участвовали в боевых действиях до подписания мирного соглашения, были давно освобождены. И сегодня азербайджанская сторона удерживает у себя только тех лиц, которые продолжали вооруженное сопротивление или совершали диверсии уже после прекращения войны. В связи с чем, называть их военнопленными по канонам международного права просто неуместно, так как эти люди стали диверсантами. Ну, как бы то ни было, госсекретарь США позитивно отреагировал на действия Баку и при этом был предельно аккуратен в формулировках, не став называть вернувшихся на родину лиц армянскими военнопленными. Хочу процитировать запись Энтони Блинкен, которую он сделал в Твиттере. Итак, цитата. США приветствует освобождение Азербайджаном трех армянских задержанных. Мы призываем обе стороны полностью оперативно завершить процесс обмена всех заключенных, задержанных, пленных и тел погибших, а также соблюдать свои обязательства по обеспечению гуманного обращения с задержанными. Вот это, собственно, ровно то, что написал Энтони Блинкен в Твиттере. И заявление главы Госдепа США, отслеживающего динамику ситуации в зоне Карабахского конфликта, совпало с еще одной важной новостью для Баку, пришедшей опять же из-за океана. Президент Байден уведомил Конгресс США о решении его администрации продолжить оказывать военную помощь Азербайджану, поскольку, как считают в Вашингтоне, она не подорвет дальнейшие усилия по регулированию Карабахского конфликта. Продолжение военно-технического сотрудничества Вашингтона и Баку стало возможным после того, как администрация Байдена продлила приостановку действия так называемой 907-й поправки к акту в поддержку свободы. В уведомлении Конгресс США, датированном 26 апреля, госсекретарь Блинкен отметил, что предоставление военной помощи США Азербайджану в настоящее время допустимо, так как, по его оценке, это не будет, цитирую, препятствовать текущим усилиям по достижению мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном и не будет использоваться в наступательных целях против Армении. Конец цитаты. Энтони Блинкен также указал на то, что оказание такой помощи со стороны США, опять цитирую, необходимо для поддержки усилий США по борьбе с международным терроризмом. Конец цитаты. На минувшей неделе глава Госдепа США обсудил этот чувствительный вопрос в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Ливом и он подтвердил, что действие 907-й поправки акта поддержки свободы свободы будет приостановлено и в этом, в 2021 году. Ну, о чем речь? Давайте все-таки вспомним историю, разберемся. Итак, пресловутая 907-я поправка была принята Конгрессом США в 92-м году во время Первой Карабахской войны и она запрещала оказание американской помощи Баку. Затем, после тракта 11 сентября 2001 года, Конгресс США предоставил президенту право приостанавливать действие 907-й поправки. И после этого, уже начиная с 2002 года, действие 907-й поправки применительно к Азербайджану приостанавливалось ежегодно. Тем не менее, армянская диаспора США, которая еще две недели назад считала своим героем Джо Байдена, ставшего первым американским президентом, официально признавшим геноцид армян, на сей раз не скрывала своего разочарования. И вот как заявил исполнительный директор армянского национального комитета Америки Арам Амбариан, цитирую, «американское признание геноцида армян налагает на США обязательства». Конец цитаты. В том числе по отказу от помощи Азербайджану. Как он выразился, опять цитирую, «в совершении преступления». Вот еще одно заявление лидера армянской диаспоры в США. «Любые действия президента Байдена, которые разрешают помощь США азербайджанскому режиму, идут вразрез с его четкой позицией и духом признания геноцида армян». Конец цитаты. Ну, разочарование. Армянская диаспора, конечно, можно понять. Решение о признании геноцида армян многие ее представители восприняли чуть ли не как некую такую отправную точку кардинального переосмысления Вашингтоном отношений с Баку. Переосмыслили ее и восприняли ее как постепенный отказ от сотрудничества с Азербайджаном и новую ставку США на Армению. А некоторые комментаторы, кстати, поспешили сделать вывод о том, что пытаясь вовлечь в орбиту своей политикой Армению, стратегического союзника России в Закавказье, Вашингтон, рассчитывает тем самым подтеснить в регионе Москву. Однако, как видим, после новых энергичных жестов американской администрации в сторону Азербайджана, говорить о каком-то новом проармянском крене новой администрации США, разрабатывающей свою закавказскую политику, ну просто вообще неуместно. Тем более, что примирительные шаги Вашингтона последовали после того, как признание президента Байдена геноцида армян вызвало в виде резкую критику не только турецкого, но и азербайджанского руководства. И вот тогда Баку выразил свое недоумение Вашингтону, не боясь накликать на себя, скажем так, гнев американского Юпитера. Я хочу процитировать заявление МИД Азербайджана. Событиями 1915 года должны заниматься не политики, их должны расследовать историки. Однако Армения отказывается принять предложение Турции о расследовании этих событий совместной комиссии. Это заявление МИД Азербайджана. А вот еще один официальный документ, еще одно заявление Азербайджанского внешнеполитического ведомства. Я цитирую. Неправильное представление событий более чем столетней давности, но в то же время отсутствие справедливой оценки геноцида азербайджанцев в Хаджалы, совершенного со стороны Армении, является показателем предвзятости и двойных стандартов. Конец цитаты. Это было заявление, еще раз напомню, МИД Азербайджана. Вообще вот в столь резком тоне о политике Вашингтона на постсоветском пространстве говорят еще, пожалуй, в Москве. Другие же бывшие советские республики об американских двойных стандартах дипломатично предпочитают молчать, чтобы, ну что называется, не дроснить гусей в Вашингтоне. Однако, как мы с вами видим, резкая критика азербайджанской стороны в адрес США не только не вызвала ответную американскую жесткую риторику в адрес Баку. Вовсе нет дальнейшее развитие событий показывает, что Вашингтон делает все для того, чтобы Азербайджан, как ключевой игрок в Закавказе и богатый углеводородами стратегический перекресток и транспортный хаб между Востоком и Западом не выпал из орбиты американской политики. Вот вы обратите внимание на две даты. Итак, геноцид армян Джо Байден признал 24 апреля, а спустя всего 48 часов, 26 апреля, Конгресс США получил уведомление администрации США, что военная помощь Азербайджану в 2021 году будет продолжена. Вот по мнению ряда российских экспертов, помимо давления на Турцию, непокорную Турцию, признание президентом Байденом геноцида армян преследовало еще одну цель. После Второй Карабахской войны включиться в гонку, в борьбу за лидерство в регионе, попытавшись перетянуть на свою сторону Армению, союзника Москвы. И вот по версии этих экспертов, президент Байден, ну как бы так, попытался представить себя, ну эдаким вторым миротворцем после президента Путина. Тем более, что его заявление две недели назад, ведь, ну не требовало больших затрат и усилий, но при этом дало максимальный пиар-эффект, представляя его, как было сказано, выше, таким настоящим героем в глазах и армянской диаспоры в США, и в глазах всей Армении. Однако затем, как видим, наступило время уже не символических жестов, а реальной политики, реалполитик. Ее примерами и стали последние заявления госсекретаря Блинкена и решение продолжить поставки оружия Азербайджану, основанные на понимании того, что, как заявляет американская администрация, это оружие, опять цитирую, не будет использоваться в наступательных целях против Армении. Конец цитаты. То есть, здесь принципиально важно отметить, как в Вашингтоне, так и в Москве не видят в Баку потенциального агрессора, в то время как об агрессии Азербайджана говорят пока только в Ереване. Обращает на себя внимание, что активизация американской политики в Закавказе происходит на фоне основания в Сюникской области Армении двух новых опорных пунктов 102-й российской военной базы, о котором на этой неделе заявил Никол Пашинян, а также на фоне визита в регион российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, который 5 мая прибыл в Ереван, а 10-11 мая, напомню, посетит с визитом Баку. И вот, как заявил официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, я цитирую, «Приоритетное внимание будет уделено практическим аспектам реализации заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года по Нагорному Карабаху». Конец цитаты. Добавим, что ситуация вокруг Нагорного Карабаха остается предметом активных контактов Сергея Лаврова последних недель. Так, 1 апреля российский министр провел в Москве раздельные встречи с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Арой Айвазианом. Проблематика мирного восстановления региона обсуждалась и на недавней встрече Сергея Лаврова с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. В Тегеране. А в состоявшемся 24 апреля телефонном разговоре российского президента Владимира Путина с Николом Пашиняном, который вот накануне приближающихся внеочередных выборов в республике ушел в техническую отставку и стал сегодня исполняющим обязанности премьера, было с удовлетворением констатировано, что благодаря усилиям российских миротворцев обстановка в регионе остается стабильной и спокойной. Подобные оценки, конечно же, озвучивались и в телефонном разговоре президента Путина и президента Алиева. И тем не менее, армянская сторона продолжает утверждать, что Баку якобы не выполняет положение 8 статьи трехстороннего заявления от 9 ноября об обмене военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами. Ереван дает понять, что считает именно этот вопрос одним из ключевых при реализации договоренностей по Карабаху. И вот в этой ситуации усилия Москвы и Вашингтона, как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, становятся тем редким случаем, когда Россия и США фактически выступают с общих позиций, добиваясь скорейшего урегулирования, а не пытаясь поделить между собой лавры карабахских миротворцев. Поэтому госсекретарь Блинкин и приветствовал новый шаг Баку по освобождению армянских граждан, сделанной при посредничестве российских миротворцев. И вот остается надеяться, что этот шаг поймут и оценят и веревай. Это был Сергей Строконь, политический обозреватель с комментарием на портале Москва Баху. До новых встреч, друзья. Субтитры подогнал «Симон»